Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. 10 января от работы отстранили сотрудников детской школы искусств. Причина – отсутствие вакцинации. В первую декаду января в Наринмаре выпало в 2,5 раза больше стресс-эстетической нормы снега. Коммунальщики и дорожники ведут неравную борьбу. Требуются IT-специалисты. Эта профессия признана самой востребованной в 2022 году. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в НАО не выявлено случаев заболевания COVID-19. Четыре человека прошли курс лечения и выздоровели. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами по ЦР-лаборатории уровня референс, находится 58 человек. Еще у трех пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 61 человек. Из них стационарное лечение получают 19 человек, амбулаторное – 42. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 607 человек. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3524 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3376 человек. За прошедшие сутки – 4 человека. В регионе зарегистрировано 87 летальных исходов от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижнепеши, Оми и Нисси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру – 122. Борьба с коронавирусной инфекцией уже на протяжении двух лет – одна из первостепенных задач властей. На фоне неблагоприятной эпидобстановки в стране ввели ряд ограничений для невакцинированных граждан, в том числе QR-коды. 19 октября главный санитарный врач НАУ подписала постановление, согласно которому работникам определенных сфер, таких, например, как общепитобразование медицины и другие, необходимо вакцинироваться. И вот 10 января от работы отстранили сотрудников детской школы искусств. Далее все подробности. Первые отстраненные – педагоги детской школы искусств. Основанием стало постановление главного санитарного врача и календарь национальных прививок. Работников ознакомили с приказом с рекомендацией о прохождении вакцинации до 30 декабря 2021 года. И 10 января мы вынуждены были четырех педагогов детской школы искусств отстранить от работы в связи с отсутствием вакцинации. Если бы на сегодняшний момент коллективный иммунитет был бы сформирован в нашем учреждении, а это 80% от всего состава работников, то, конечно, к отстранению, может быть, и не подлежали. Но, к сожалению, у нас коллективный иммунитет не достигнут. Из 53 преподавателей вакцинацию прошли только 29 человек. По словам Марины Пудовкиной, есть процент переболевших, а также люди с медицинским отводом. Решение об отстранении далось тяжело. На послу директора она уже 10 лет, а в стенах школы работает 20. Все люди родные, и их ситуацию Ирина также понимает. Но работу учреждения надо продолжать. И рисковать другими работниками директор не готова. Ситуация тяжелая. Мы это не скрываем. Четыре работника. Сейчас перед нами стоит очень большая задача – это организовать учебный процесс, потому что процесс не должен пострадать. Сейчас привлекаются преподаватели, которые есть на территории округа. О дистанционном обучении речи даже вообще нет и не может быть. Как пояснили в департаменте образования, культуры и спорта НАУ, повлиять на ситуацию сотрудники ведомства не в силах. Все решения об отстранении принимаются, исходя из постановления регионального Роспотребнадзора. Информация была донесена и разъяснена всем руководителям учреждений. Данное постановление было доведено до всех юридических лиц нашего региона. Соответственно, под ведомственным учреждением в конце того года, 2021 года, была разъяснена данная мера для принятия решения руководителям. Что же это за постановление, из-за которого работников отстраняют? Действует оно на определенные категории граждан, а именно работников медицинских и образовательных организаций, учреждениях социального обслуживания и защиты, сотрудников правоохранительных органов, а также на людей, работающих в сфере предоставления услуг общепита и других. Постановление было введено в связи с высоким уровнем заболевания новой коронавирусной инфекцией. Я хочу отметить, что во всех субъектах Российской Федерации это постановление было. Просто в каждом субъекте главный санитарный врач издал такое постановление. То есть оно действует не только на территории нашего округа. Такие постановления издавались главными врачами во всех субъектах Российской Федерации. Согласно постановлению, 80% коллектива должны иметь справку о перенесенном заболевании или пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Оставшиеся 20% это люди с медицинским отводом. При несоблюдении этих условий для руководителя предприятия грозит наказание. Здесь предполагается административная ответственность в отношении либо учреждения, либо руководителя учреждения по статье 6.3, часть 2. Там есть меры административного наказания в виде штрафа и в виде приостановления деятельности. То есть, если, допустим, на время проверки они уже отстранили работников, приостанавливать деятельность в учреждении никто не будет. Это приостановление деятельности – это всегда очень крайние меры. Деятельность будут приостанавливать на срок до 90 суток. Контролировать исполнение будут в ходе проверок – либо плановых, либо при вспышке заболевания. Рейдовые мероприятия пока не планируются. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Да будет тепло. Новые дома для оленеводов, учимработниц в ОМИ, будут обогреваться по системе центрального теплоснабжения. Они построены по госпрограмме сохранения и развития КМНС в НАО. По информации Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, также в Коткино к централизованному отоплению подключили дома. В них живут пенсионеры, труженик тыла Великой Отечественной войны и многодетная семья. Ранее жители этих домов отапливали квартиры углем и дровами, а также использовали электричество. Теперь тепло в жилище поступает из центральных котельных. Система теплоснабжения в ОМИ и Коткино на направе хозяйственного введения принадлежит Севержилкомсервису, которая является единой теплоснабжающей организацией в этих населенных пунктах. Предприятие провело работы по подключению объектов своими силами. Средства на подключение домов к системе теплоснабжения выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией НАО и Паулу Койл. В столице Хасидахарского сельсовета Харуте проведут капитальный ремонт школы. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета. Речь о 51 миллионе рублей. Средняя школа в Харуте была построена в 70-х годах. Здание требует ремонта. Как отметил губернатор, планируется оснащение школы новой мебелью и учебниками. Педагоги Харутинской школы отправятся на повышение квалификации. Снегопадами запомнится начало 2022 года жителям Наринмара и поселка Искателей. Среднегодовой показатель по количеству выпавших осадков уже превысил норму почти в 2,5 раза. На борьбу со снежной стихией брошены все коммунальные силы. О том, как в городе убирают снег, расскажет Ольга Русул. Наринмар утопает снегу. По данным Гидрометеорологического центра, за первую декаду января уже выпало более 21 миллиметра осадков. Хотя среднестатистическим считается всего 9 миллиметров. А потому коммунальные службы работают в экстренном режиме. Очищают город от снега и днем, и ночью. Уборка снега, который валит с начала нового 2022 года, не прекращая, напоминает Сизифов труд. Не успели коммунальщики убрать улицу или тротуар, как уже навалило непролазные сугробы. Жители Наринмара и поселка Искатели относятся с пониманием. И усилия коммунальных служб оценивают как посредственные. Я думаю, не совсем. Ну, центральная дорога неплохо почищена, а вот выезды из нее, вот эти горбы, я как автомобилист, ну, не очень. Средне, я так бы сказал. Стоит отделить внимание? Я думаю, да. Нет, центральная еще удается, а дальше там плохо. Сегодня нет, потому что очень снежно сегодня, я так не знаю, потому что я тут два дня только. Ну, как, удается дойти туда, куда вот вы идете? Ну, пешком-то можно, из наших щелочек, конечно, было бы. Только убрали тротуары до асфальта, а на этом месте снова сугробы, рассказывает дорожный рабочий Вячеслав Канев. Дворникам, коммунальщикам и дорожникам в эти январские дни приходится совсем не сладко. Мы чистим мосты, тротуары, везде по искателям, факелу, городскому мосту. В этом году нагрузка большая стала, потому что снега очень много по сравнению с прошлым годом. Потому что год морозы стояли, снега почти не было. А в этом году вот мы не успеваем справляться даже, потому что нас народу не хватает. Две смены работаете? Во сколько рабочий день начинается? Ну, мы работаем с восьми, а вторая смена с восьми вечера. У нас с восьми утра, вторая с восьми вечера. Вчера мы опять все заменим с интернетом? Да, потому что мы вчера вот убрали его буквально полностью, все до асфальта, а сегодня уже нету. Все замело обратно. Рабочие на Ринмар-Дор-Рем-Строе с начала января работают в усиленном режиме. Техника выходит в две смены, в зависимости от необходимости, от 10 до 17 машин. Ежедневно 12 человек очищают городские территории от снега вручную. Стараемся выгнать всю технику, которая на ходу, чтобы обхватить большую территорию. Первым делом очищаются, конечно, автомобильные дороги. Кроме того, жители звонят в диспетчерскую службу, просят помочь с очисткой от снега выездов и тротуаров. Первая очередная – это основные магистрали, то есть дорога на Ринмар-Аэропорт, на Ринмар-Искатели. В первую очередь стараемся очистить также пешеходные переходы, тротуары, ну а и автобусные павильоны, чтобы людям было удобно. В принципе, сотрудничаем постоянно, и у нас диспетчерская служба, и мой телефон как бы есть. Люди просят, если есть возможность, стараемся оперативно реагировать и исправлять. Кроме того, на уборке улиц Нарьинмара задействованы люди и техника коммунального предприятия «Чистый город». Они трудятся в трехсменном режиме. Например, сегодня в первую смену на уборке улиц города работало 15 единиц техники и 14 рабочих, вручную чистящих территории, куда машины не смогут заехать. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Из рук в руки. В день особо охраняемых природных территорий, заповедников и национальных парков региональная организация Всемирного фонда дикой природы передала две единицы техники Центру природопользования. Снегоход и аэролодка были подарены не случайно. Зимнее патрулирование особо охраняемых территорий – важный этап работы сотрудников Центра природопользования. Для того, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности, могли эффективно выполнять свои полномочия, естественно, им нужен хороший, достойный снегоход. И вот для этого мы передаем, собственно говоря, вот этот снегоход. Аэролодка – это такая техника, которая необходима именно в период межсезонья, когда у нас летняя навигация закрывается, соответственно, выходит запрет на посещение, ну, на передвижение маломирных судов по реке. А на снегоходах еще ездить нельзя. А сотрудникам особо охраняемых природных территорий выполнять свои должностные обязанности необходимо. Преимущество аэролодки – пассажировместимость в пять человек. Она оборудована двумя двигателями и развивает скорость до 130 км в час. Для нас принципиально важным является наличие аэролодки с той точки зрения, что в период межсезонья мы всегда выпадали из практического контекста, не могли осуществлять рейды, а сейчас количество мероприятий экологической направленности с каждым годом у нас растет, и заботой о экологии мы наращиваем в щели этой области. Существует на то, что и промышленные объекты строятся, и есть необходимость охранять биологические ресурсы. Рейды и мероприятия у нас на ежедневной основе принимаются, и направляются люди в абсолютно разные уголки нашего округа. Техника закуплена и доставлена в рамках проекта ВВФ России «Заповедная Арктика» при поддержке Международной климатической инициативы АйКиАй. АйТи-специалист – самая востребованная профессия в 2022 году. Этот факт выяснился в ходе опроса одного из сервисов по поиску работы. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество айтишников, многим компаниям и предприятиям требуются квалифицированные работники. Наталья Дуркина продолжит тему. Мунирджуна Абдулахубов учится на первом курсе, но в компьютерах разбирается лучше, чем некоторые его сверстники. Юноше довольно легко дается изучение предметов по специальности. Мне приходилось работать с компьютерами, и мне это очень понравилось. Я решил отучиться и получить какое-то знание. И собираюсь в дальнейшем работать в этой сфере. Пока учимся. Если для Мунирджуна освоение профессии только начинается, то вот для Дмитрия Хатанзейского оно подходит к концу. Уже четыре года студент изучает тонкости будущей работы. Поскольку сейчас идет тенденция в области айти, потому что у нас все перехватывается в инфекционной технологии, и мне показалось это перспективное направление, поэтому я и выбрал такую специальность. К тому же она мне интересна, потому что нужно возиться с железом, работая с серверами, с компьютерами и с пользователями. И сам настраиваешь систему, сеть от нужды организации и от того, как тебе хочется попробовать настроить. Юноша уже выбрал тему для будущей дипломной работы. Она связана с виртуализацией. Берем виртуальную машину, настраиваем сети, то есть настраиваем политики безопасности, производим какие-то базовые настройки делаем, проверяем сетевую доступность, настраиваем межсетевые экраны, допустим. То есть это вот такая деятельность, связанная именно с тонкой настройкой систем. То есть нужны люди, которые понимают весь этот стэк технологий, сетевых и программных технологий. Первый выпуск студентов в прикладной информатике был еще в 2005 году. Затем специальность сменялась, и теперь ребята изучают сетевое и системное администрирование. Очень большой оценка делается на подготовку специалистов именно по администрированию ЮНИКС. Хотя, кстати, Windows-сегмент мы не оставляем в стороне. На выходе студенты должны сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills России. И там требуется от выпускника умение администрировать не только ЮНИКС-овместимые системы, но еще и Windows, и работы с разными сетевыми устройствами. Ну, в основном, конечно, это ЦИСК-устройство. Но у нас есть и Делинки, коммутаторы Делинк, и с микротиками мы работаем. То есть, в общем, такой гетерогенный подход. Время идет, и технологии не стоят на месте. 1 сентября на базе социально-гуманитарного колледжа откроются две мастерские по направлениям сетевое и системное администрирование, а также виртуальная действительность. Все это стало возможным благодаря выигранным средствам федерального гранта в размере 15 миллионов рублей. Очень такой большой шаг, прорыв просто в укреплении материальной базы, в развитии вообще колледжа. И в соответствии с тем, что когда мастерские будут открыты, то это будет такая база современная, которая соответствует стандартам WorldSkills. Еще одна модернизация коснула специальности графический дизайнер. В декабре нам были выделены средства на миллион 180 на развитие такой специальности графический дизайнер. И мы успели провести закупки, получили уже всю технику и сейчас она уже у нас устанавливается. То есть это тоже такая техническая, в принципе, специальность, которая требует больших вложений. И благодаря департаменту образования, благодаря администрации округа мы, конечно, немножко потихонечку развиваемся, получаем средства и закупаем необходимую аппаратуру согласно инфраструктурным листам по данной специальности. К слову, выпускники колледжа нашли свои рабочие места не только в городах-миллионниках, но и в регионе. Большинство специалистов работают в городской и окружной администрациях, Ненецком информационно-аналитическом центре, а кто-то остался преподавать в родном колледже. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Телеканал Север. Золото Севера. Лыжник из Ненецкого округа Александр Терентьев выступит на зимней Олимпиаде в Пекине с 4 по 20 февраля. Федерация лыжных гонок России объявила состав российской команды на Олимпийские игры. Сегодня был объявлен окончательный состав сборной. В мужскую команду вошли Александр Терентьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спецов, Илья Семиков и Артем Мальцев. У меня в детстве мечта была – Олимпийская медаль. И вот она все ближе и ближе. Мечта, можно сказать, есть. Все постепенно идется и надеюсь, что у меня все получится и смогу взять золотую медаль. Земляков. Наши земляки очень много пишут. Поддержку я чувствую. Они много пишут в соцсетях. Особенно еще родителям. Через родителям передают поздравления. Это очень приятно и мотивирует еще быстрее бежать. Российские лыжники вылетят в Пекин 29 января. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры сделал DimaTorzok